Шалом, с вами Рафаэль Перский, посланник льбаевского арабы короля Машеха. Мы с вами находимся, называется Намаль Тель-Авив. Это когда-то был порт, старый порт, в котором были кораблики маленькие. Это уже давно не порт, хотя ангары стоят для кораблей. Из этого сделали всякие магазины. Единственное, что здесь хорошего, что можно подойти близко к морю, это не пляж. То есть, более-менее, здесь, на вид называется Цануа, Цануа, более-менее, более-менее скромно. То есть, в купальниках людей нету, поэтому здесь есть даже кафе Мядри, то есть, высокого кашрута, и мясное, и молочное, и люди религиозные приходят сюда гулять. Хотя есть разные пробежки, все, место неплохое, и море. Свежий морской воздух. Сегодня 25 июля. Дороже она осталась 5-6 недель. Чтобы вы знали, что 25 июля был создан мир. Всевышний создал этот мир. Когда было 6 дней творения, и потом суббота. Вот это вот первый день творения. Всевышний создал свет. Этот свет был очень сильным. Написано, что этот свет от конца мира идет, от конца мира. Можно было видеть весь мир. Этот свет проходил через стены, через все. И в этом свете можно было видеть самого Всевышнего. То есть, что Всевышний является создателем этого мира. Сейчас, в этом мире, мы не видим Всевышнего. Как бы мы его не видим явно. Когда придет Машия, Боязова Ташеф сегодня, мы будем видеть, что все создано Всевышним. Потом, на 6-й день был создан человек. И Всевышний взял этот свет и сделал его, спрятал этот свет. Этот свет проявится тогда, когда проявится и придет Машия. Он, этот свет, обратно вернется. Теперь, в Росшана. Действительно, мы уже в последние дни подготавливаемся к Росшанам. Делаем какие-то, помимо покупок в магазине, делаем какие-то хорошие решения. Хозрим бачева. То есть, думаем о своих недостатках, которые были сделаны. Решаем и хотим улучшиться. Просим этого Всевышнего. Говорим слихот. Просим прощения у Всевышнего. Просим прощения у людей. В молитвах Росшана говорится о том, что еврей просит в тень пахдыха. Дай нам страх. О каком страхе идет речь? Вообще, зачем просить страх? Мы и так, можно сказать, пришиблены всеми коронами и всякими другими вещами. Тут нужно просить страх в молитве о том, чтобы бояться Всевышнего. Хасидут нам говорит, что страх – это вообще вещь, она не совсем плохая. Конечно же, есть разные страхи шизофренические какие-то. Не знаю, что человек всего боится выйти, боится на улицу, пройти посемный переход. Это все болезни. Это все страхи, которые действительно портят. И, как говорится, человек, который боится таких вещей, ему надо лечиться, обращаться к врачу. Но есть страх, который охраняет нас. То есть мы думаем, а, я не пойду сюда, это опасно действительно. И он понимает, что надо остерегаться, когда ведешь машину, когда идешь какие-то путешествия. И поэтому есть страх, который приносит пользу. Теперь, зачем просить страха у Всевышнего? То есть мы должны просить у него то, чтобы его бояться. На самом деле существует Ирата Шем. Богобоязненность, так и называется. Богобоязненность. То есть мы должны бояться Всевышнего. Иногда Всевышний использует страх в своих целях для того, чтобы направить человека. Например, бывают случаи, что человек хочет какую-то вещь сделать. И он внутренне понимает, что это неправильно. Но его чувства не дают ему покоя. И он сознательно и говорит, что да, я это понимаю, но чувства мои говорят мне другое. И он сознательно идет на эти вещи. Какие-то отрицательные. И тут происходят какие-то вещи, которые он видит. И его пугают. И он начинает остерегаться и бояться. И не делает глупостей. Я не знаю, насколько меня слышно. Все-таки есть шум. Но будем надеяться, что меня слышно. Будем надеяться, что я говорю вещи, которые кому-то будут полезны. На самом деле подписывайтесь на канал Хасидский взгляд. Мы ищем именно Хасидский взгляд на вещи. Например, в любой вещи можно увидеть Всевышнего. Любой вещи можно увидеть именно Хасидским взглядом добрые вещи, хорошие вещи. Например, мы сейчас находимся около моря. Давайте подумаем, какой взгляд Хасидский может принести море. Ну, например, идея такая. Но опять-таки это не моя идея. Это рыба говорит о том, что море скромное. Море скромное. Оно скрывает всех животных, которые там живут. Рыб и всего. То есть рыбы не высовываются. И поэтому в море очень много рыб. То есть нам говорит Хасидский взгляд, что будь скромным. Не выпячивайся, не выпендривайся. Иногда нужно, но это редкие случаи бывают, когда действительно нужно проявить себя. В основном, беди себя скромно. И тогда все, что скрыто от людского взгляда, оно размножается, оно увеличивается. В этом есть богословение. Единственное, когда не надо быть скромным, когда ты учишь Тору. Если у тебя есть знания Тору. Если ты знаешь Алиф, Бет, научи другого человека букве Алиф, букве Бет. Если у тебя есть какие-то идеи, ты должен это делать и должен приносить людям пользу. В том смысле, что ты даешь и объясняешь какие-то вещи, связанные с Богом, с Торой, с заповедями. Вот это нужно делать. И в этом смысле не нужно быть скромным. Все остальное, какая у тебя машина, какой у тебя дом, какие у тебя зарплаты. Все остальные вещи лучше держать, так говорится, и скромностей, и не выпячиваться. Вот видите, вот хасистский взгляд на воду посмотрели. Вот у нас возникла идея. Теперь продолжим размышлять о страхе. Ну, поэтому, когда есть у нас богобоязненность, это очень важная вещь. Мы чувствуем Всевышнего. И мы не хотим сделать какие-то вещи, которые принесут огорчение нашему Отцу. И если это происходит, то всю жизнь, днем и ночью, ты находишься в состоянии, что ты не хочешь обидеть Всевышнего, не хочешь его огорчить. И тогда ты живешь правильно. Ты живешь правильно. И это приносит огромное удовольствие нашему Отцу. Богобоязненность. Ее, в принципе, нужно развивать. И поэтому мы просим у Всевышнего, как раз таки просим у Всевышнего, чтобы Он дал нам эту паху. Была одна история, когда один человек пришел к, не помню, к Рэбе Леви Ицхаку из Бердичьего. И он спросил у него, говорит, что такое Ират Ашем, что такое богобоязненность. И Леви Ицхак сказал ему, ну смотри, ты меня боишься? Он говорит, нет. И он так нахмурил брови и говорит, что совсем ты меня не боишься? Он говорит, нет, Рэбе, я не боюсь вас. Потом Рэбе Леви Ицхак еще более серьезно спросил ему, что совсем ты меня не боишься? На что Хасид ему сказал, смотрите, Рэбе Леви Ицхак, я боюсь вас огорчить. Но я не боюсь вас. Так Рэбе Леви Ицхак сказал, вот это вот и есть богобоязненность. Когда мы боимся огорчить нашего Отца, огорчить Всевышнего. Но я думаю, что сейчас, на данный момент, нам надо просить Всевышнего, помимо того, чтобы он дал нам богобоязненность, дал нам страх, пахот, перед ним нужно просить о Машиахе. Нужно просить полное и окончательное освобождение. Это на самом деле, наверное, самое главное. И все люди на земле уже понимают и просят, чтобы действительно Всевышний проявился в этом мире. И было полное и окончательное освобождение, был построен третий храм. И все наши горести и несчастья и трудности прошли. И мы увидели проявление Всевышнего. Увидели Всевышнего, не его проявление. Увидели Всевышнего в этом мире. Как первый день творения. Как сегодня. Когда был проявлен этот цвет. И чтобы этот цвет вернулся. Подписывайтесь на наш канал. Будем вместе. И будем смотреть хасидским взглядом на весь наш мир. И будем увеличивать добро в этом мире. Ихея Мелхам Ашиах.